Приветствую вас! Первое, о чём мне бы хотелось сказать, это то, что была ли ваша подруга всегда такой, или она стала такой вот после какого-то результата деятельности в своей жизни. Если она была всегда такой, то, получается, ранее её вы принимали, теперь перестали. Значит, изменилась не она, а вы, и, возможно, вы стали другой, подруга ваша осталась той же, и, как следствие, вам уже не так приятно с ней общаться. В таком случае, в данной ситуации, можно порекомендовать только то, чтобы вы от неё отстранились настолько, насколько это возможно, чтобы вы, как бы, оградились от неё, если угодно, если вы чувствуете, что она влияет на вас негативно, и вам неприятно с ней общаться, и, собственно говоря, общаться с ней так, чтобы вам это не вредило. Если говорить о том, что она после какого-то происшествия в своей жизни поменяла, скажем так, своё отношение к некоторым вещам, ну, к определённым вещам, то, в таком случае, я бы сказал, что вы могли бы ей помочь именно вот в том, что их её беспокоит. То есть, не конкретно в том, что она сейчас, и как она сейчас себя ведёт, а именно в том, что сделала её такой изначально. Если она не была такой, а всегда осталась такой, то, соответственно, можно говорить о том, что на неё какие-то вещи повлияли. И вот разбор этих вещей, которые на неё повлияли, помогли бы вам как-то направить энергию вашей подруги в нужное русло, а не на то, чтобы вам докучать. Если она отказывается принимать вашу помощь. Такое тоже бывает. То есть, человек просто вот вам что-то рассказывает, говорит, 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 но делать при этом ничего не хочет сам. То в таком случае вам нужно просто-напросто игнорировать те её аспекты общения, которые вам не приятны. И, игнорируя эти аспекты, вы будете показывать здесь, что они вам не интересны. А раз они вам не интересны, значит, общаться с вами на эти темы, ну, как бы, в общем-то, и не надо. То есть, если она это будет делать, то она рискует, условно говоря, вас потерять как подругу. И уже от неё зависит, сделает она выводы определённые из того, что вы ей дали понять или нет. Это уже не ваша проблема. То есть, действительно, говорить что-либо ей вообще смысла никакого не имеет. Тут вы, пожалуй, целиком и полностью правы. Но вы вполне в силах её игнорировать, вы вполне в силах не делать для неё того, что вам не хочется. Вы вполне в силах действовать так, как удобно вам и не более того. Вот, в принципе, то, что можно вам рекомендовать на данный момент. Потому что для более полного, для лучшего понимания того, что происходит между вами и вашей подругой, требуется больше информации. Общение – это взаимодействие двух людей. И совершенно определённо, что подруга ваша в разговоре слышит только себя. Не вас, а себя. Совершенно определённо, что подруга реализует вот эту вот энергию негативную, которая у неё есть на вас. И как бы этим самым, ну, скажем так, облегчает себе жизнь, да, облегчает себе существование. Но совершенно очевидно, что вам это не нравится. И также очевидно, что слова до подруги вашей не могут достичаться. А значит, от слов нужно переходить к действиям. И эти действия довольно решительные. То есть, опять же, вы понимаете как? Какие-то поведенческие модели на вроде там обид или каких-то там выяснения отношений – это не совсем продуктивно по отношению к ней. Потому что это всего лишь навсего просто даст ей понять, что она сделала что-то не так. Но если вы своё поведение просто будете строить и выстраивать таким образом, что дадите ей понять об отсутствии симпатии к тому, как она себя ведёт. Вот здесь, возможно, варианты в том числе и постепенное изменение вашей подруги, то есть постепенное изменение её поведения по отношению к вам. И не только по отношению к вам, что главное, но и вообще по отношению, может быть, даже к своей жизни, к людям и так далее. Но для этого требуется с важной стороны обязательно наличие таких качеств, как терпеливость, упорство, понимание, последовательность и, наверное, я бы сказал, целеустремлённость. Потому что без этих качеств, без целеустремлённости, без терпеливости и без спокойствия при этом можно говорить о том, что у вас полноценно получится сделать то, что в данном случае требуется. То есть показать своей подруге, что какие-то вещи вам не нравятся. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, отрочитайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!